Долго, конечно, работает это у вас все. Ладно, спасибо, до свидания. Всего доброго. Я так считаю. Еще плюс бизнес тарифе. За что? И вот честно, у меня не было никаких ситуаций таких конфликтных. Вот так начинается день. Ну а что поделать? Ну, скинули да скинули. Всем ассаламу алейкум, коллеги. Забыл поздороваться. Извиняйте, на эмоциях был. Я переживаю? Нет. Просто как бы, ну, несправедливая оценка, она никому не нужна, я считаю. Правильно? Пишите в комментариях. Я, честно, не трясусь на это. А то, что мне, да, 489, из-за этого могут пассажиры отменять заказы, такое возможно. Такое приветствуется, как говорится. И, ну, коллеги вообще радуют. Вот такие вот заказы прям. Смотрим. Скидывает, короче, проводника. Просто проводник. Я такой, думаю, блин, брать, не брать пока. Я такой, ладно, подожду. И следом скидывает 1,44 с подачей 7, ну, 7,5-7 минут. Ой, ну, я что, не мог, что ли, он поворачиваться перестроиться? Что, едем подавать? 1,44. Пустер. Пустер, let's go! 29 минут ехали. Бустер почему-то 50 рублей стоит. В остальных поездках 100 рублей стоило. Ладно. Хорошо. Так, у меня следующий пассажир, но я сейчас поеду заправляться. Заправлюсь и потом... Так, а потом уже за пассажиром. О, пассажир сам отменял. Спасибо. Куда ехать? Архангельское, поселок Архангельское. Без проблем. Сейчас спокойненько заправимся, потом начнем работать. Друзья, если вы в поисках надежного парка, то я вам рекомендую эксперт парк. Я сам лично работаю с этим парком. Они очень серьезно подходят к своему делу и всегда стараются улучшить свой сервис. Подключают Яндекс.Такси и Яндекс.Доставку по всей России. Комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки. Автоплатежи ежедневно. Выбирай, который именно подойдет тебе. А также подключают Ситимобил по всей России и самозанятых водителей. Ссылки я оставлю в описании. Переходите на их сайт, подключайтесь. Техподдержка работает у них круглосуточно. Так что пишите в любое время. И хочу добавить. У нас появилась возможность покупки смены. Если у вас там только подключились, у вас там нулевой баланс. Так что тоже плюс. Подключайтесь. Коллеги, если вы хотите подключиться, не забудьте сказать от канала Таксуем на Камре. Это для меня как бы это важно. Всем спасибо. Теперь погнали работать. У меня первый раз такое, что отменяют платная подача. Допустим, я когда брал этот заказ, у меня там писалось платная подача. Видите, 190 рублей мне пришли. За отмену. Пассажир не дождался меня. Вот, 4 км, 1 км, 1 км. Платная подача была. Пассажир по своей воле он отменил. Коэффициент горит, скидывает без коэффициента. Ну, что поделать, берем. Нам нужно цели выполнять. Я лично выполняю цели. Давайте мы с вами поговорим немного о работе там. Я не знаю. Пишите в комментариях, что вам еще показать. Бизнес-тарифия. Кроме работы. Заработки, вот, показываю ежедневно. Вот такие вот индивидуумы хотят перебежать дорогу. Так нельзя. Там пешеходный переход уже стоит. Почему нельзя-то? Вот. Пишите в комментариях, что вам показать, рассказать. Да? Как парковаться в городе, где платные парковки. Пишите в комменты, что рассказать, что показать. Кто хочет работать, кто хочет устроиться. Бизнес-тарифия, да? Связывайтесь, пишите в телеграм. В телеграм-чате там друзья, коллеги сидят. Туда пишите вопросы свои, ответьте. Выспался конкретно. Ладно. Будем на связи. А мы что? А мы в Регисон Украина Коллекшн. Чикс, чикс. Взял заказ отсюда. Детским креслом. Не знаю куда. Ой, работаю в центре. Выполняю цели. Я даже не буду, что я вообще не знаю, что я не знаю, что это качество. Так что, по-моему, себя от дочки, мы вас поздравляем. Ух. Так что, как я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Ух. Ух. ЖК-рассказывка. Саламалеку. Парень, мужчина нечаянно указал детское кресло. Ну, за нечаянность платим бабосики 200 рублей. Ну, вот это я понимаю, 16 минут, почти косарик. Я в центре. Ты сюда? Да, сколько бы что я тут? Я, я жду. А, все. Вот, вот, закон. Заедешь? Да нет, я сам еще хочу где встать. А, сейчас я выйду. Кунишно же, по-моему, району. Так, сюда завернем. Две... Ой, 1119. Ой, 20. Короче, 1179 рублей. Мы в Патриках, как обычно, на малобронную. 10 минут, 1150. По-моему, район. Отличный пассажир. 2,15. 1100. 7 минут. Шикардос. Так, что, еще один заказик и домой. Промежуточный итог. Пока не буду разглашать. 6 минут. Вот, два с копейками кэф. Ну что? Я думаю, на этом закончить смену. Ехать домой уже 11 часов 30 минут. Я на линии. Пока горят кэфы, ну, люди еще гуляют. Ё-моё. Прекрасное завершение, я считаю. Если не отменят, конечно. Вот такой вот заказик. По кнопке домой. Шереметево. Сколько можно, бля? 28 минут 45 секунд. 1983 рубля. Зинь-зинь. Почему? А. Я думал, по усталости. Оказывается. Так. Проводник смело можем получать. Хоть и приехали по кнопке домой. Сейчас пройдет фотоконтроль личности. Все, прошел. Все, вот таким вот образом берем и залетаем. Но я не буду залетать, потому что может прямиком скинуть. Вышел на линию. Ага. Все-таки пишет, вы приехали без... Три чемодана. Нет. Извините. Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Прямиком скидывай. Три чемодана. Ехать в Мичуринский проспект. Зачем нам три чемодана? Один 33. Возьмем. Почему бы и нет? Нихуя себе, блядь! А чё, так можно было, что ли? Продолжаем работу. Видим, да? Прямиком скидывает. Это пушка-бомба. Так. Замечательным пассажиром. Все, приехали за 52 минуты. По-бырому. 2 941. Теперь точно, мне кажется, можно домой. Как вы думаете? Ну, давайте включим домой. Ну, вы прошли. Это всё на тысячу процентов. Это главное. Это главное. Семя – это самое главное. Блядь. Как ужас. Блядь. Я стою. Я стою. Я не могу. Красиво. Ты ещё вежлива, но. Мужчина вообще. Как вас зовут? Меня. Санна. А ну, не ржи, блядь. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы видите? Как? Ну, как там. Движение так-то постороннее. Ну, я просто задом заехал. Ну, а какая разница, выживайся. Движение вовне попадает. Мужчина в дороге. Мент не должен вообще? Грязь. Да есть. Да это написали? М? Да это написали за это? Нет, не писали. Писали? Пойдём, покажем. Продолжение следует. Ну, это же получается не охуяная дорога. Ну, если хочешь, взять, смотри знаки. Я пока начну писать, мне без разницы. Командир, на вашу смотри. Ну, ты сам что скажешь? Как лучше сделать? Понятие простить и отпустить. Нет, ничего. Мне вообще без разницы. Я не пишу и всё. Я просто не буду соглашаться. Ну, видео, по требованию, по требованию, по требованию. Видео я предоставлю. Хорошо. Ну, просто я как бы, ну, не буду соглашаться и всё. Ну, вопрос у меня тут, что я тебе просто говорю, подпись. Я тебе говорю, рассказываю, понимаешь, я так же уже не понял, что сработает. Да я прибавлюсь, понимаешь. Ну, там... Да ебали? Ну, да. Ну, типа я к вам заехал задом. Там... Ты не русский? Да нет. То, что там я заехал задом, получается. А он будет у вас охранять? Типа того. Сможете за... Задышить? Ну, как-то так. Или подождать, пока он там напишет. Ну, я ему сказал, что я не буду соглашаться тем, что он напишет. Ну, он сказал, знаете, типа, что решим, пока. Я ему говорю, нет. Дойдёт, я просто сейчас... Не на... По-любому, да, не на... По-любому, да. По-любому, да. По-любому, да. По-любому, да. Хм? Разве что-то выходит? Да-да-да. Я не знаю, если я сейчас завершу, то там оплата будет... Ну, производим, что делать. Ничего страшного. Завершается. Нормально? Да. Все по-любому. Да. Даже извините. Да, не сижу. На машине здесь не езжу, потому что они кончены. Кончены, да. Поэтому это нормально, так что вы не обращаете на это внимание. Ну, просто сейчас главное, знаете, что он напишет. Я не буду соглашаться с тем, что он напишет. И это я в суде буду разбираться. А то, что вы работаете, им тоже плевать, да? Ну, вот, типа... То, что клиент тоже полевает, да? Я им сказал, что да, я с пассажирами, типа, это. Ну, ладно. Все, ладно, я желаю вам, чтобы все нормально было, чтобы вы забрали, без проблем. До свидания. Не, ну, может быть, там штраф будет. Ну, или, да, предупредительный. Так, без фиш. Он половинец. Все зависит от вас. А если? Зависит от меня. Судей имеете в виду? Типа, как я буду с ними общаться? Конечно. Ну, вообще, все люди. Ну, да. Пускай не. Как говорится, смягчательно. Вот так. Короче, коллеги, я не знаю, как объяснить эту ситуацию. Я заехал в одностороннее движение по этому месту. Сейчас я покажу. Гаишники вот здесь стояли, ну, и до сих пор стоят. Естественно. Ну, вот это место, к азбуке вкуса заехал через заднюю. Заехал сюда, встал, раз и поехал туда, поехал через ту дорогу и остановили, короче. Сейчас у командира спросим, почему там машина стояла. Товарищ командир, я вот хотел спросить у вас. Вы же, наверное, видели, когда я выезжал, машина была. Нет, не заметили? Но у меня все записано. Эта машина поехала против встречки. Ну, точнее, не против, а против одностороннего движения. А вы это не заметили, когда мы вместе выезжали? Эта машина поехала в ту направление, а я выехал как следует. То есть, понимаете, да? Но эта машина уехала, то есть, ну, она грубо нарушила. Что хотите? Нет, просто вы говорю, вы не заметили? Надо было его отпустить, а того поймать. Для дорогого отпустили. Нет, не отпустить, его тоже надо было задержать. Будем иметь в виду, спасибо за так сказать. Я вам могу сказать, смотрите, надо всегда... За себя отвечать. Правильно. Я согласен с вами. Я к тому, что, если вы так прям смотрели, и я не знаю, как-то... Вы говорите, я видел, что ты выезжал. Ну да. Хорошо. А вы не видели другая машина? Против, поехал одностороннего движения. Я уже как раз в этот момент на вас смотрел. И никуда не отвлекался. Ну ладно, все. Я просто хотел спросить, вы это не заметили? О, замечу, что эта машина еще без номеров была. Командир? Хорошей службы. А ты везде расписался так? Нет. Я не расписался. Вообще. А нужно было? Ну, вы интересные такие. Да почему не интересные-то? Я не понимаю вас. А потом в следующий раз останавливаешься. Ой, а я не знал, что меня лишили. Да почему? Мне оповещение придет в суд? Возможно, придет. Точнее, в суд прийти. У тебя еще в ГАИ, а потом в суд походу придет. Почему? Ну ты не согласен с наружиной. Ну, и туда, и сюда сходи. Если следить за порядком, то нужно за всеми, а не только за одним человеком. Все, вези дальше. Кого верно. А они уже уехали? Вон, с двух сторон я катаюсь. Ой, что, ебанутая штука. Суки. Коллеги, вкратце. Я, получается, на территории... Так, так, так. Что, через сантер? Ну, ладно, через сантер. Я на территории двора, или как сектора вот этого, поехал на односторонье движение через задний уход. То есть заехал. И, естественно, как бы, ну, это увидели, гаишники, и начали, давай там это, давай все. Говорит, рубля дашь? Я говорю, нет, пиши. Написали. Я везде написал, что я не согласен со всеми вот этими делишками. И сказали, что придет оповещение в госуслуга. Пойдешь, в суде будешь разбираться. Ладно, будем разбираться в суде. Не будем отчаиваться. Что поделать? Коллеги, дико извиняюсь, но у меня вчера ночью силы не было подводить итог, подвести итог. Сейчас подведем итог. Вчера я работал 13 часов на линиях, заработал 17 400 плюс 2700. Итого, ночью почти 2 часа закончил. Получается я 19 20000 за 13 часов 400 км и проехал. Так, это уже сегодняшний. По заказам, я не знаю, сколько заказов. Так, штраф. Кому-то пришло. По заказам 2 после 12. И до... До, до, до 20. 22 заказа сделал вчера. Как-то так. Вот такие вот результаты. Жмякаем лось и подписываемся на канал. Всем огромное спасибо за поддержку. Сегодня приснился сон, что подписчики прям очень быстро росли. Но я буду надеяться на то, что когда-нибудь это случится. Случится, случится. Все, всем спасибо. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok